здравствуйте сегодняшнем выпуске я хочу вам рассказать о таком традиционном луке итальянского производства как рогим тайга ну или раджи я не знаю точно как это произносится суть в том что подписчики молодая пара купили два таких лука натяжением 30 и 40 фунтов и мне посчастливилось из них пострелять во время продажи продавцы пели соловьем какая фирма родим замечательно этого мне сраный китай это замечательная фирма и так далее и тому подобное и вы знаете во многом определенно они правы фирма это действительно замечательно они делают очень хорошие луки за очень хорошие деньги то есть это действительно хорошая годная фирма и даже самый дешевый самый простой лук рогим matrix который я делал обзор отличается разве что не такой несколько излишней нежностью но это хорошо стреляющий лук за свои деньги кстати деньги очень небольшие да действительно фирма класс вопросов нет и в линейке этой фирмы есть вот такой вот необычный лучок лук маленький 48 дюймовый имеет вырез под стрелу ну весь из себя такой кавалерик он же хорсбол он красив он определенно красив красивое дерево замечательная склейка приятная обработка лук действительно приятно взять в руки да неплохо все как бы характеризовать этот лук скажу так мягкость вытяга скорость комфорт аутентичность всего этого вы в этом луке не найдете это какая-то хрень значит для начала что я хочу сказать про этот лук вытяг ну на 30 фунтовки я сначала не почувствовал популял скорости кстати нет он плюется буквально ну как ну плюется какая-то скорость есть ног крайне слабоват очень неудобным очень неудобен при вытяге ощущение такое но я не знаю как будто берешь булочник вытягиваешь потому что угол совершенно неудачного для трех пальцевого хвата для взрослого человека не подходит но 40 фунтовка меня реально удивило он не дубит он колом становится я когда его дотягивал мне честно говоря был момент где-то вот здесь когда мне было страшновато действительно его тянуть лук тянется недалеко тем не менее этой паре в данном конкретном случае очень сильно повезло почему там миниатюрная девушка у нее слабый лук он в принципе тянется без проблем и сам парень достаточно чек невысокий вытяг у него небольшой для него в принципе лук подходит дальше вырез под стрелу ну хорошо почему бы нет традиционные луки бывают с вырезом на некоторых турнирах на это смотрят очень неодобрительно но это уже вопрос правил в принципе почему бы да однако если вы левша хотите или хотите стрелять с кольцом вам нужно лук специально заказывать доступны под заказ для левшей поэтому я считаю логичнее было бы делать в таком луке если уж делается вырез делать его симметричным с двух сторон такие луки есть поэтому сомнительное решение опять-таки если вы хотите стрелять с кольцом вырез вам не поможет вам надо накладывать стрелу справа в итоге как бы это забавно не звучало лук мне не понравился не понравился очень сильно скорости нет 40 фунтовки тоже определенно этот лук стреляет медленнее моего 40 фунтового лонга на 30 метрах это чувствовать заметно хендшока как такового нет потому что лук легкий ну как бы это объяснить очень сложный это не хендшок вот просто очень резкий он резкий и он жесткий он неприятен он некомфортен и если у вас рост хотя бы выше среднего выше метр 70 метров 75 для нашего времени это даже не очень невысокий человек если у вас там длинные руки выйти больше 28 этот лук вам не подойдет он недорогой он красивый он будет обалденно висеть на стене он может стать классной деталью костюма но для стрельбы есть намного намного больше намного более подходящий ты просто лучших короче говоря это лук непонятный непонятно для чего он потому что учитывая его размеры по идее это кавалерик он под калечный хват но там определенно есть вырез под стрелу значит он для средиземноморского хвата а если его натягиваешь пальцы зажимаются просто конкретно ну непонятный хреново стреляющий правда недорогой красивый это все что я хочу сказать про про джин тайга спасибо за внимание до новых встреч пока